МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дрессировка собаки для выработки общих навыков послушания. Любая собака, в том числе и та, что принадлежит к искусственным выведенным породам, сохраняет в себе некие первобытные свойства, выдающие ей бывшего волка, то есть стайные животные. Каждая собака хочет видеть в своем хозяине вожака стаи, руководителя, который учит ее использовать свои способности. Без такого руководителя собака, особенно молодая, чувствует себя неуверенной и растерянной. Поэтому каждая собака должна пройти выучку у человека и стать представителем породы, имя которой – фантазия. Разумеется, не все собаки могут выполнять одни и те же функции. Из Йоркшира, например, не сделаешь сторожевого пса, так же, как из добермана охотничьего. Однако основы послушания, которым посвящен этот фильм, пригодны для всех пород без исключения и составляют базу для любой специальности собаки. Мы расскажем вам о дрессировке взрослых особей. Однако начинать работать с собаками лучше с самого раннего возраста, иногда с двух-трех месяцев. Щенок отличается быстрой реакцией, внимательностью и охотой к учебе. Главное, чтобы работа проводилась в форме игры и никогда не превращалась в принуждение или того хуже – в муштру. Это относится и к взрослым особям. Современная дрессировка – это сотрудничество, своего рода диалог между животным и человеком. Тем не менее, надо требовать и от щенка, и от взрослой собаки концентрации и точности выполнения упражнений. Но помнить, что щенок – это ребёнок, которого нельзя подвергать чрезмерным нагрузкам. Повторим ещё раз, что программу дрессировки лучше начинать в раннем возрасте, как своего рода начальную школу собачьего воспитания, а туда ходят в раннем детстве. Уже к году собака усвоит азбуку послушания и сможет перейти в среднюю школу, то есть овладеть специальными навыками более высокого уровня. Вождение на поводке и команда сидеть. При выполнении этого упражнения собака должна идти слева от хозяина, её плечо должно находиться на уровне его колена. Она должна садиться сбоку от хозяина каждый раз, когда тот останавливается и свободно следовать за ним как при обычной, так и при замедленной или ускоренной ходьбе хозяина. Важно, что такое упражнение, как вождение на поводке, не одно и то же, что прогулка на поводке. Во время прогулки собаке предоставляется достаточной свободы, чтобы обнюхиваться, вертеться, отвлекаться и так далее. Во время вождения на поводке она должна полностью сосредоточиться на хозяине. Для выполнения этого упражнения необходимо иметь ошейник или поводок длиной не менее полутора метров. Для щенка или собаки маленьких размеров вместо ошейника с застёжкой применяют воротничок из замши или нейлона. Но помните, что не следует пользоваться короткими поводками или поводками с ручкой, поскольку они мешают собаке усваивать команды и в конечном счёте учат её вырываться. Для первых упражнений на подчинение команде «Сидеть» следует выбрать место без отвлекающих факторов. Научитесь правильно надевать ошейник. Прежде чем надеть его на собаку, придайте ему форму буквы «Р». Собака должна находиться слева от нас, но поводок нужно держать в правой руке. Дадим команду рядом и пойдём обычным шагом, чуть акцентируя своё движение соответствующим движением рук, что необходимо для того, чтобы внушить собаке чувство ритма. Левая рука, оставаясь свободной, служит для того, чтобы ласково потрепать собаку за шею и корректировать её движение. Если собака возьмёт сторону, дадим ей команду рядом и сразу же заставим её приблизиться. Если она послушается, погладим её. Для первых занятий этого достаточно. Они должны длиться не более 50 минут. Очень скоро собака научится ходить правильно, так как будет знать, что за это её ждут ласка и похвала. Через несколько занятий начнём легонько ударять по ошейнику, держа при этом поводок в правой руке. Удары должны носить характер не принуждения, а приглашения, призывая собаку быть внимательной. Как только собака научится хорошо ходить по прямой, начнём делать повороты и смены направления движений. Главное на этом этапе научить собаку делать полный поворот вокруг себя. За шаг до смены направления дадим команду рядом, чтобы привлечь внимание собаки и подготовить её к повороту. Когда собака научится ходить нормальным шагом, начнём постепенно приучать её менять аллюр, переходя то на замедленный, то на убыстренный шаг. Не сбивайте собаку с толку резкими сменами темпа. Пробежим немного рысью, затем перейдём на нормальный шаг, потом замедлим и так далее. Для достижения идеальных результатов при вождении на поводке требуется как минимум месяц. Но в этот период собака должна приобретать и другие навыки. При вождении на поводке собака должна сесть, как только хозяин останавливается. Для этого необходимо научить её выполнять команду сидеть. Во время вождения на поводке остановимся, потреплим собаку по холке и дадим ей команду сидеть. Одновременно с помощью поводка, который мы держим в правой руке, приподнимем голову собаке, а левой рукой слегка надавим ей на круг, как бы приглашая её сесть. Обратите внимание, что надо именно приглашать, а не принуждать. Слишком сильное нажатие заставит собаку попытаться поднять голову вверх, в результате чего произойдёт игра, кто кого сильнее, и эффекта от упражнения не будет. Как только собака сядет, удержим её так несколько секунд, а затем похвалим и приласкаем. Обучение команде сидеть – очень лёгкое упражнение. Самый распространённый метод, позволяющий добиться немедленных результатов, заключается в том, чтобы, держа над головой собаки её любимое лакомство, одновременно отдавать команду сидеть. Но мы не рекомендуем вам пользоваться этим методом, ведь в этом случае собака привыкнет садиться всякий раз, когда увидит, что её хозяин ест или просто что-то держит в руках. При подготовке выставочных собак лакомство используется для того, чтобы заставить собаку оставаться на лапах в настороженной позе. Если собака привыкнет садиться при виде лакомства, будет очень трудно переучить её. Собака не должна ассоциировать лакомство в ваших руках с тем, что ей надо сесть. Она должна выполнять ваши команды, а не зарабатывать лакомство. После этого можно приступать к комбинированию в двух упражнений, давая ей команду сидеть при каждой остановке во время прогулки. Позже команду можно будет не давать, так как собака будет ассоциировать остановку с необходимостью садиться. Вождение без поводка Это упражнение, в общем, идентично вождению на поводке. Единственное отличие в том, что в данном случае собака отвязана и может уклоняться от нашего контроля. Для достижения оптимальных результатов в этом упражнении достаточно хотя бы минимального знания собачьей психологии. Нужно уметь предвидеть возможные ошибки собаки и справлять их до того, как она их совершит. Начнем с обычного вождения на поводке. Через несколько шагов уроним поводок на спину собаки и продолжим идти спокойно. Собака должна продолжить путь с обычной непринужденностью. Если мы заметим, что она колеблется, возьмем поводок в руку и поведем ее дальше на поводке. Если собака выражает неуверенность, желательно остановиться, подать команду сидеть и приласкать ее, давая понять, что все в порядке. Через несколько уроков собака научится ходить с поводком на спине или свисающим на землю. После этого можно начать отвязывать ее и ходить на небольшом отрезке пути. А потом, когда увидим, что собака сопровождает нас без поводка, постепенно увеличивать этот отрезок. Чтобы сделать это упражнение более легким и привлекательным, рекомендуется использовать шарик или любимую игрушку собаки. Будем держать игрушку в правой руке и отдадим ее собаке, если та правильно пройдет несколько метров без поводка. Постепенно начнем увеличивать пройденные расстояния. Когда собака будет сопровождать вас без поводка по прямой, начните усложнять маршрут. Так же, как во время упражнений с поводком. Применяйте повороты, разворот на 180 градусов, смены алюра и так далее. Команда «Место». Во время этого упражнения собака может как стоять, так и сидеть. Дадим команду «Место», протянем руку в сторону собаки и медленно отступим назад, примерно на один-два шага. Если собака не тронется с места, вернемся к ней и приласкаем ее. Если она попытается последовать за нами, скажем «Фу! Место!». Важно произносить «Фу!», как только она шевельнется, а не тогда, когда уже сделала шаги в вашу сторону. Иначе собака не усвоит, что ей нужно оставаться на том же месте, где она находится. Далее будем увеличивать время и расстояние, пока собака не усвоит, что команда «Место» означает не двигаться, пока не будет дана новая команда. Это чрезвычайно важное упражнение, которому нужно посвятить столько времени, сколько потребуется, и ни в коем случае не терять терпение. Желательно чередовать упражнения, в ходе которых собака замирает стоя, с упражнениями, когда она замирает в сидячем положении. Команда «Лежать». Лежачие положения являются для собаки нормальным, когда она отдыхает. Важно научить ее лежать не в произвольной расслабленной позе, а в позе сфинкса. Существует несколько способов обучения собаке этой команде. Исходное положение собаки при этом сидячее. Способ, который мы рекомендуем, заключается в том, чтобы осторожно взять собаку за передние лапы и без применения силы подтянуть их вперед, так, чтобы собака приняла лежачее положение. Еще один способ для собак с независимым характером, не любящих, когда их трогает, состоит в том, чтобы, просовывая поводок под лапы собаки, вынудить ее таким образом опустить голову. Перед тем, как придать собаке нужное положение, необходимо дать команду «лежать». Если собака откинется на бок или примет расслабленную позу, вернем ее руками в нужное положение, разговаривая с ней просящим тоном, и погладим ее, как только она примет позу сфинкса. Обе команды «сидеть» и «лежать» можно отдавать издали. Начнем с расстояния в один-два шага, и постепенно будем его увеличивать. Как только собака полностью усвоит значение команды «лежать», начнем комбинировать ее с командой «место», которую она уже знает. Отдав ей команду оставаться на месте, сами начнем удаляться. Необходимо соблюдать принцип постепенности. Поначалу расстояние не должно превышать 4-5 шагов, но в конце концов оно должно составить 40 шагов и более. Если собака пытается следовать за нами, подадим ей команду «фу» — «место» и возвратим в нужное положение в паре шагов позади того места, где оно находилось ранее. За счет этого собака поймет, что вставая, она добивается противоположного результата, то есть не приближается к хозяину, а отдаляется от него. В ходе первых уроков будем останавливаться лицом к собаке, чтобы контролировать каждое ее движение. Затем начнем останавливаться спиной к собаке, но повернув лицо в ее сторону. Наконец, совсем перестанем оборачиваться. Хороших результатов можно добиться не ранее, чем через 15-20 дней после начала упражнения. Желательно, однако, не слишком загружать собаку этим упражнением в один день, чтобы не превращать его в принудиловку. Команда сидеть при наличии отвлекающих факторов. В рамках данного упражнения собака должна оставаться в лежачем положении в течение определенного времени в отсутствии хозяина и в присутствии других людей, собак или иных отвлекающих факторов. Командуем собаке лежать, удаляемся на 20-30 шагов и просим друга с собакой пройтись справа на некотором расстоянии, а затем вблизи нас. Если собака пытается встать, чтобы подойти и посмотреть, что происходит, командуем ей «Фу! Место!». Следующий этап состоит в том, что хозяин прячется за ограду, дерево или специальное укрытие, если занятия проходят на площадке для дрессировки и наблюдает оттуда за собакой, которая его не видит. Если собака попытается встать, также с командуем ей «Фу! Место!» выйдя из укрытия. Здесь также важно соблюдать принцип постепенности. Хозяин должен обладать достаточной интуицией, чтобы показываться из укрытия в тот самый момент, когда собака начинает беспокоить его отсутствие, и она решает отправиться на его поиски. Все упражнения, связанные с положением лежа, не следует повторять более одного раза в день. За каждое правильно выполненное упражнение собака должна получать поощрение, поскольку этот навык требует от нее определенного самоограничения, что необходимо дополнительно примировать. Команда сидеть во время движения и возвращения к собаке. Во время вождения без поводка становитесь, как обычно. Собака уже знает, что должна сесть. Дайте ей команду сидеть место и удалитесь на несколько шагов, пятясь лицом к собаке и протягивая правую руку по направлению к ее морде. Услышав знакомые команды, собака, скорее всего, замрет на месте. В этом случае вернитесь к ней обычным шагом, встаньте справа от нее. Похвалите. Затем снова начните удаляться. Если собака попытается встать, скомандуйте ей «фу!» место, потом выждите несколько секунд и вернитесь к ней. Постепенно начните выполнять все упражнения от начала до конца. То есть удалитесь от собаки, которая должна неподвижно сидеть и ждать вас на 30-40 шагов. Замрите на несколько секунд, стоя к ней спиной и, наконец, вернитесь к ней. Возможно, на этапе вашего возвращения собака сделает ошибку, так как, увидев вас приближающимся, захочет побежать вам навстречу. В этом случае скомандуйте «фу!» место, протягивая к ней руку. Подойдя к ней, похвалите ее и разрешите ей перезвиться, сколько она захочет. Собака должна усвоить, что ей позволено это делать лишь после того, как упражнение уже закончено. Не пользуйтесь жестким тоном голоса, поскольку излишняя властность с вашей стороны вызовет у собаки желание занять лежачие положения в момент вашего возвращения к ней. Между тем, как данное упражнение предполагает, что собака должна находиться в сидячем положении. Команда «Ко мне!» Это упражнение является одним из самых легких для собак, которые находятся в хороших отношениях с хозяином и хотят быть рядом с ним. Если на этом этапе возникнут какие-либо трудности, быть может, вам следует пересмотреть всю ранее проделанную работу по дрессировке собаки. Упражнение состоит в том, что собаке приказывают лежать, затем дают ей команду место и удаляются на 10 шагов, после чего дают команду «Ко мне!» Собака должна тут же броситься к вам. Как только она подбежит, скомандуйте ей сидеть, чтобы она села перед вами, причем как можно ближе к вам. Для лучшего усвоения команды, как только собака направляется в вашу сторону, отступите на несколько шагов. Это послужит для нее стимулом подойти к вам как можно ближе. Затем собака должна научиться переходить из положения перед вами в положение слева от вас. Для этого дайте ей команду «Рядом» и потяните за ошейник таким образом, чтобы привести ее в нужное положение. Некоторые дрессировщики предпочитают, чтобы собаки по команде «Рядом» принимали позицию позади их ног. Другие требуют от них выполнения фигуры в форме буквы «И». Упражнение считается выполненным, независимо от того, какой способ при этом используется. Наиболее распространенная проблема заключается в том, что собаки не сразу откликаются на команду. Зачастую это происходит по вине хозяина, извязанно с тем, что он ругает или даже бьет собаку, требуя от нее немедленного подчинения команде. Достаточно одной такой ошибки, даже если она была совершена в прошлом, чтобы создать трудности при отработке команды ко мне. Если собака подбегает к вам не очень охотно, подкрепите команду по демонстрации мячика или ее любимой игрушки. Если собака по-прежнему плохо откликается на команду, попробуйте воспользоваться веревкой длиной 10 метров, привязав к ней собаку. Скомандуйте «Ко мне!» и начните тянуть собаку за веревку в свою сторону, одновременно разговаривая с ней веселым тоном и показывая ей игрушку или какое-нибудь лакомство. И скоро собака убедится в том, что подбежать к хозяину означает испытать массу приятных ощущений и будет стремиться делать это как можно быстрее. Команда «Вперед!» Это упражнение надо начинать после того, как собака научилась ходить без поводка и выполнять команду «Лежать», отдаваемую с расстояния. Цель – заставить собаку бежать впереди вас по команде «Вперед!». Прежде всего, необходимо найти площадку длиной как минимум 70-80 метров. Захватив с собой любимую игрушку собаки, проведем ее без поводка по прямой почти до конца площадки. Остановившись в 5-6 метрах от границы площадки, заставим собаку сесть, покажем ей игрушку, скомандуем место и удалимся на другой конец площадки. При этом собака должна видеть игрушку. Можно, например, положить ее на скамейку. Повернемся к собаке и скомандуем ей вперед, указывая направление рукой. Собака, конечно же, бросится вперед, чтобы получить игрушку. Через несколько занятий попробуйте сразу же, после того, как собака добежит до игрушки, скомандовать ей лежать. В дальнейшем будем варьировать место, время и расстояние, чтобы по команде «Вперед!» собака устремлялась вперед и бежала до тех пор, пока мы не скомандуем ей лежать. Через несколько уроков начнем обходиться без игрушки. Не будем акцентировать на ней внимание, однако по завершению упражнения обязательно отдадим ее собаке в качестве поощрения. Если ваша собака не любит играть и мячик или другие игрушки не являются для нее достаточным стимулом, тех же результатов можно достичь с использованием лакомства или кусочков мяса. Апортировка. Успехи вашей собаки в выполнении такого упражнения, как апортировка, будут зависеть от ее природных способностей и от характеристики ее породы. Для охотничьей собаки, например, апортировка – это увлекательная игра, которой она занимается почти инстинктивно, тогда как немецкая овчарка на первых порах будет находиться в недоумении и лишь только после длительных упражнений поймет, чего от нее хотят. Вообще собаки делятся на две основные категории – на тех, кто любит играть, и тех, кто этого не любит. Для начала необходимо приучать собаку хватать апортировочный предмет, привлекая ее внимание к нему различными способами – бросая его вперед, поднося его к носу собаки и снова убирая, катая его по земле и так далее. В процессе этой игры давайте собаке команду аппорт всякий раз, когда предмет окажется у нее в пасте. Если собака начнет хватать предмет с видимым удовольствием, цель игры достигнута. Теперь остается приучить ее к тому, чтобы она бросалась за предметом только по вашей команде, удерживая ее за ошейник, если она попытается броситься вперед раньше времени. Когда собака схватит предмет, скомандуйте ей сесть перед вами. Эту команду она уже знает, а затем с помощью команды «Дай» заставьте выпустить ношу из зубов. Чтобы добиться от нее выполнения этой команды, погладьте ее, затем произнесите «Дай» и поднесите руку к ее морде, как бы приглашая собаку открыть пасть. Не требуйте от собаки, чтобы она полностью уступила вам предмет. Пытаясь вырвать его из пасти, вы можете вызвать в ней чувство собственника, и она еще крепче сожмет зубы. Если она не хочет вам его отдавать, покажите ей второй предмет, который должен быть у вас с собой, и дайте ей понять, что как только она уступит вам старый предмет, начнется игра с новым. Если собака не умеет или не любит играть, упражнение будет более сложным. В этом случае можно попробовать натереть апортировочный предмет мясом, чтобы у собаки был стимул хватать его. Если не ради удовольствия, то хотя бы из жадности. Как только собака схватит предмет, позовите ее, скомандуйте «дай» и вручите ей взамен настоящий кусок мяса, давая понять, что хорошо выполненные упражнения влечут за собой конкретную награду. При учении собаки к апортировке, особенно если она не склонна к такого рода упражнениям, может потребовать довольно много времени. Поэтому необходимо запастись терпением и методично продолжать занятия, ни в коем случае не останавливаясь на полпути. Если вы обнаружите, что ваша собака положительно реагирует на какой-либо стимул, не предусмотренный руководством по дрессировке, спокойно пользуйтесь им, вырабатывая свой собственный метод. Важно, чтобы собака апортировала предметы с удовольствием. Если это будет ее утомлять или ассоциироваться с чем-то неприятным, ваша работа пойдет на смарку, так как невозможно заставить собаку апортировать предмет, если она этого не хочет. Прыжок в высоту и преодоление препятствий. Любая собака умеет прыгать с рождения и делает это охотно. Если у вас есть щенок, вы наверняка уже в этом убедились. Теперь необходимо научить его делать это по команде. Начнем с барьера высотой не более 40-50 сантиметров. Пройдемся с собакой на поводке, подведем ее к барьеру и перепрыгнем через него сами, одновременно скомандовав барьер. Собака, несомненно, последует нашему примеру. Похвалим ее за это и дадим ей лакомство. Через несколько уроков начнем постепенно увеличивать высоту препятствия. Кроме того, сделав прыжок, тут же перепрыгнем через барьер в обратную сторону, каждый раз давая команду «Барьер». Повторим это несколько раз. Затем снова дадим команду, но на этот раз сами прыгать не будем. Оказавшись по ту сторону барьера, собака будет озадачена тем, что мы за ней не последовали. И в ту же секунду перепрыгнет через него в обратную сторону, чтобы оказаться рядом с нами. А именно этого мы и добиваемся. За несколько уроков собака усвоит, что по команде «Барьер» она должна сама перепрыгнуть препятствия, а затем вернуться к нам, даже без поводка. Постепенно добьемся того, чтобы она совершала прыжок из позиции слева от нас, затем по команде возвращалась, вставала перед нами и опять же по команде становилась к ноге. Ни в коем случае не следует принуждать, ругать или наказывать собаку, если она не станет брать барьер или сделает это неловко. Для нее это упражнение должно носить характер увлекательной игры. В случае ошибки просто не будем хвалить и поощрять ее. В то же время не стоит скупиться на поощрения, даже чрезмерные, если собака будет делать все как нужно. Упражнение по преодолению препятствий выглядит точно так же, как прыжок через низкий барьер. На первых уроках расположим препятствие достаточно низко и переходим через него вместе с собакой, держа ее на поводке. Постепенно увеличивая угол наклона, требуем от собаки преодоление препятствия, а сами обходим его сбоку. Затем начинаем отпускать собаку от ног. Когда собака научится брать барьер и преодолевать препятствия, совместим эти два упражнения с аппортировкой, которой собака естественно уже должна владеть. Расположим собаку слева от нас, перебросим аппортировочный предмет через барьер, а затем дадим по порядку следующей команды. Апорт, барьер ко мне дай к ноге. Если мы не пожалеем времени и запасемся терпением, то добьемся идеальных результатов как в прыжке в высоту, так и в преодолении препятствия. Нельзя чрезмерно увлекаться этими упражнениями, которые эффектно выглядят и нередко побуждают хозяина демонстрировать способности своей собаки перед друзьями, невзирая на то, что она устала. Нельзя злоупотреблять тем, что выполнение этих упражнений приносит собаке удовольствие. Если собака устанет, она начнет совершать ошибки, которые могут превратиться в систему. Команда «Голос». Собаке свойственно лаять по самым различным поводам. Как часто она это делает, в большой степени зависит от породы. Есть породы более лающие, чем другие. Но при этом все собаки без исключения наделены способностью выражать свои чувства лаем. Чтобы научить собаку лаять по команде, необходим стимул, который в наибольшей степени способен ее вдохновить. Это может быть вид вкусной пищи или перспектива совершить приятную прогулку вместе с хозяином. Если собака прожорлива, покажем ей хороший кусок мяса и несколько раз скомандуем «Голос». Как только собака залает, отдадим ей мясо. Достаточно несколько уроков, чтобы ассоциация начала работать безупречно. Если собака не прожорлива, но любит гулять с хозяином, сделаем вид, что готовимся к прогулке, оденемся и возьмем в руки поводок. Но дойдя до двери или порога, выйдем без собаки, чем она, безусловно, будет весьма разочарована. Сделав два-три шага, обернемся к собаке и дважды скомандуем «Голос». Пережитое расстройство наверняка заставит ее залаять, и нам останется только открыть ей дверь, подпустив к себе, и похвалить. В этом случае ассоциация закрепится столь же быстро, как и в предыдущем. К этим примерам, разумеется, можно добавить множество других. Главное – найти наиболее подходящий для вашей собаки стимул и пользоваться им, давая команду «Голос». На данном этапе мы уже имеем хорошо воспитанную и послушную собаку, готовую к занятиям в высшей школе и к овладению полезными умениями, в расчете на которые была выведена ее порода. Если наша собака принадлежит комнатным породам, на этом можно остановиться и насладиться результатами работы, подарившей нам благовоспитанного и послушного четвероногого друга. Решение о продолжении дрессировки зависит от вашего свободного времени, возраста собаки и ее породы, а также от того, чего вы от нее хотите добиться. В любом случае, ежедневно повторяйте упражнения, чтобы собака не забыла полученные навыки. И помните, что работа должна быть приятна и интересна всем, кто принимает в ней участие. А потому не работайте, если вы и собака устали, напряжены или взвинчены, ибо каждый момент ваших занятий должен быть наполнен гармонией и радостью общения друг с другом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин